Фирма Kia представила компактную модель ProSeed 3-го поколения. Теперь это не трехдверный хэтчбэк, а универсал с купеобразным силуэтом. Сами корейцы называют его «шутинг-брейком». Конечно, никакой это не «шутинг-брейк», что стало ясно еще на прошлой неделе, когда новый ProSeed сняли на видео, едущем по автомагистрали. ProSeed 3-го поколения представляет собой всего лишь более изящную альтернативу грузному универсалу Seed SV, который дебютировал в марте на Женевском автосалоне. Живьем ProSeed 3-го поколения покажут в начале октября на автосалоне в Париже, а пока мы можем поразглядывать картинки. От спортвагона ProSeed отличается увеличенной на 5 мм длиной кузова 2605 мм, уменьшенным на 5 мм дорожным просветом 135 мм и покатой купеобразной кормой, из-за которой номинальный объем багажника сократился с 625 до 594 литров. С эффектным концепт-каром годичной давности, который стал звездой франкфуртского автосалона и как бы предвещал новый ProSeed, серийный автомобиль роднят стилизованные плавнички на боковинах. Но пропорции кузова сильно изменены и нельзя сказать, что в лучшую сторону. Тем не менее, пятидверный ProSeed выглядит вполне эффектно и, безусловно, найдет своих покупателей в Европе, которые любят сарайчики, как никто в мире. Так что наличие сразу двух универсалов в семействе Seed вполне оправдано. Что до трехдверных хэтчбеков, то они теперь в умирающий вид. Большинство производителей от этого типа кузова отказываются, как от непопулярного, потому и ProSeed сменил формат. У ProSeed свои, более драйверские настройки ходовой части, благодаря которым везти этот сарай по извилистым дорожкам будет приятнее, нежели Seed SV или пятидверный хэтчбек. А наиболее азартной станет версия ProSeed GT с оригинальным кузовным обвесом и 204-сильным бензиновым турбомотором 1.6T GDI. Версии попроще оснащаются на выбор бензиновыми двигателями 1.0T GDI 120 л.с., 1.4T GDI 140 л.с., либо турбодизели 1.6 CRDI 136 л.с. Коробки передач 6-ступенчатый МКП, либо 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. К европейским дилерам новый ProSeed поступит в первом квартале 2019 года. А вот будут ли его предлагать в России, пока неизвестно. Заниженный горбатый сарай не совсем то, что ждет наш автолюбитель от массового корейского бренда. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новости из Автомира.